сейчас мы ответим на вопрос насколько удобно делать аэропуфинг гель лаком гель краской для френча или гелем для стемпинга мы рекомендуем использовать гель для стемпинга сейчас объясним почему положим на палитру гель лак яркий хороший белый гель лак специальную гель краску с липким слоем из кисточкой для френча тоже ярко белую и белый стемпинг гель и посмотрим как они себя поведут если пытаться сделать ими аэропуфинг ноготки нашей модели уже подготовлены база высушена липкий слой снят и поверхность мы забафили для лучшей сцепки смотрим сначала попробуем сделать это гель лака набираем на пуфинг небольшое количество разбиваем его и наносим если внимательно посмотреть можно заметить что получается большое количество пузырей и нет яркости плотности цвета нет ощущения дымки теперь возьмем гель краску для френча также разобьем ее на палитре цвет нас получается чуть ярче наносим на соседний ноготок указываем что получается опять же у нас получается огромное количество пузырьков и заметные следы от пуфика нет ощущения дымки теперь наберем гель краску для стемпинга стемпинг гель набираем небольшое количество и разбиваем на палитре сразу видно что получается эффект дымки даже минимальное количество гель краски дает хороший яркий плотный цвет и красивую растяжку наносим на ноготок при нанесении получается как раз нужный эффект получается легкая дымка нет следов от пуфика и нанесение цвета получается очень плавным для сравнения вот посмотрим это у нас гель краска а это у нас гель-лак для френча а это просто белый гель-лак совершенно разный эффект как видим стемпинг гель ведет себя наиболее красиво наиболее удобно с ним работать с аэропуфингом и и и и